Девушки отдыхают Девушки отдыхают Наша продукция звучит Ну а что у тебя? Да вот, с наступающим Вас, Петр Петрович Попрощаться зашел Да? А я вовсе не собираюсь с тобой прощаться Тем более в середине рабочего дня Ну как-то, я же вам говорил, я ей заявление написал У меня невеста приезжает из Китишграда Из Китишграда? Да. Не слыхал такого. Ну, Китишград. Город такой. Его недавно из-под воды подняли. Из-под воды? И хороша невеста? Не то слово. Да. И кто же она у тебя? Чародейка. Можно сказать, ведьма. Невеста и уже ведьма? Да нет. У нее просто работа такая. Волшебство в сфере услуг. Ах, смелый ты человек, Пухов Иван Сергеевич. А это почему? Ну, как же. Жена ведьма. Это знаешь ли. Ну, ладно. Поздравляю. Спасибо. Ай, чего только не придумают, чтобы под праздник с работы уйти. Чародеи. Под властный могу ночь и день и даже ход планет. И всемогущий ты, чародеи, строит тайны бытия и вечности секрет. И философский камень ты сумеешь раздобыть. Только сердце не прикажешь. Только сердцу не прикажешь. Только сердцу не прикажешь. Человеческому сердцу не прикажешь полюбить. Нет увлекательной игры и мир постигнув наш. Создашь ты новые миры, когда-нибудь создашь. И где угодно сможешь быть, и кем угодно быть. Только сердцу не прикажешь. Только сердцу не прикажешь. Человеческому сердцу не прикажешь полюбить. КОНЕЦ Научный универсальный институт необыкновенных услуг. Ну и ну. Какие люди здесь, наверное, работают, а? Какие вопросы решают? Кто поставил этот вопрос? А он вместе с другими буквами в кладовке лежал. А он... Вопрос снять. Слушаю. Вопросы. Надо ставить уместно. И своевременно. Ну да. Этот. Под этой стены. Что ты сделал для науки? Потом почитайте, поторапливайтесь. Скоро начнут появляться. Идут, милые. Прекрасно. Сегодня или никогда. Испытание ВП назначаю ровно на 10. Ученый совет должен быть в полном составе. Кота ученого приглашать будем? Переводчица с кошачьей здесь. Я здесь, мы здесь. Кот не заговорил? Он делает успехи и старается. Я слышу, это второй год. Здравствуйте. Мы ввели кота в ученый совет для того, чтобы тренировался. Но он ленится. Здравствуйте. Куда это годится? Мы ценим ваши отношения. Во всех институтах нашего профиля изговорящие животные. Ослы, обезьяны, попугай наконец. Но он же не попугай. Я даю вам три дня срок. Через два дня, если говорить надо. Теперь так. Обращай особое внимание на форму ВП. Она должна выражать содержание, но и без нажима. Сдержанно. Просенька, ну со вкусом. Иван Степанович, вас как заместитель по науке прошу помочь Алене Санне. Простите. Простите, я должен с вами поговорить. Киса, пора говорить. Нехорошо и не ломайся. Пора. Два дня. Поговорить. Зайдете ко мне. Кира, я должен с тобой поговорить. Прямо здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Давай зядю в кабинет. Добрый день. Нет, там телефоны. Я видеть их не могу. Здравствуйте, Иван Степанович. Здравствуйте. Здравствуйте. Седьмой раз, прошу выйти с меня с вами. Седьмой раз согласны. Как только будет время. Все? Нет. Здравствуйте. Чего ты хочешь? Определенности. Поданные заявления. Обручальных колец. Всего того, что есть у других людей. Здравствуйте. Ты же знаешь, сегодня ответственный день. У тебя все дни ответственные. Ты на ответственном посту. Добрый день. Здравствуйте. Хорошо, как только пройдут испытания. Значит, завтра. Завтра. Обещаешь? Если все пройдет, хорошо. Алена, ну куда же вы? Разрешите вас поздравить с успехом. Спасибо большое. Я надеюсь. Позвольте пригласить вас вместе отобедать, так сказать, товарищеское застолье вдвоем шампанским. Я сегодня не обедаю. Почему? Диета. Диета. Какая женщина. Ай-яй-яй-яй, действительно красавица мечта. Такую надо очень беречь. Вот, пожалуйста, к обеду с девушкой. Примите, пожалуйста. И вот еще. Что такое? А вы, собственно, кто? Я гость. И не просто гость, я представитель Солнечного Юга. У меня наряд. А наряд, гражданин, у вас для нашей местности не подходящий. Почему не подходящий? Слушай, посмотри. Пять печатей. Целых пять. Смотри. На получение одной волшебной палочки. На весь Солнечный Юг. Ну разве это много? Солнечный Юга. Поторопились, товарищ. Волшебной палочки? Еще? Нет. Как нет? Чего нет? Волшебная палочка еще не готова. Ей придают соответствующую форму. Видишь? Что? Ты его туда забросить не мог? Куда дел чертеж? Не оставляла, Лен. Сейчас. Алена не могла не оставить. Спешила, видно, Эй. Куда спешила? Она на работе. Это-то, да, что пальчиком в воздухе огненный знак начертила и все. Все-таки оставила. Ты что, его сохранить не мог? Не магистр, не умею этими делами заниматься. Да? А как воду в вино на всю зарплату превращать? Это умеешь. Ну что ты, Витя, каждый раз попрекаешь этим? Это когда было? Ладно, все, надо что-то делать. Давай-ка, может быть, сами изобретем. Витяка, не надо. Я прошу тебя, не дрожди начальство. Время, время. Витя, хочешь я сам пойду поищу Алену? Сиди ты, ты сиди, сиди, искатель. Я сам найду. Да. Да. Маленький мой, вылетай сегодня немедленно, я больше без тебя не могу. Хороший. Да. Почему сидим? Почему не работаем? Где Санина, где Ковров? Жду. Костя плюс Люся. Что это такое? Дуб. Мы видим, что не липо. Вас спрашивают, кто такие эти Костя плюс Люся? Не могу знать. С ними доставлено. А выясните, кто были эти личности и строго взыскать за порчу. Древесины. Аполлон Митрофанович, те ли его не весть сколько лет? Может быть, этих Костя и Люся уже и в живых-то нет? Ну, взыскать посмертно. А теперь приступайте. Форму будете создавать под моим личным контролем. Слушаюсь. Форме сегодня передается большое. Содержание. Ага. Приступайте. Дуб. Костя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Санина не заходила? Нет. Алену не видела? Не видела. Привет. Привет. Куда она делась? Я твою каждую веснушку вижу. Какие веснушки? Они пропали. Как пропали? Куда пропали? До весны. До весны? Видишь? Я их сохранила на всю зиму. Да. Зачем? Алёна! Ваше время! Алё, алё! Я же самого главного ещё не сказал! Не хочешь продлевать? Алё! Алёна! Дай-ка. Алё, девушка, я знаю, что вы любите музыку. Мы сейчас сделаем для вас песню. Алёна, не бросайте руку! Тогда не продлите. Все вместе, братцы! Ребята, помогай! Начали! Пусть мы не рядом, мы с вами не рядом. Пусть отменяться лишь словом мы можем. Если лёд не с первого взгляда, С первого слова должна быть ноже. Люди, как пожару, лесу, Достаточно искры одной. Груст выплит от первого слова, И солнце затмит над тобой. Борвётся, нагрянет, покатит, И сколько потом не беречь. Ей хватит! Одной интонации хватит, Чтоб пламя до неба разжечь! Чтоб пламя до неба разжечь! Не знает любовь, Не знает любовь, Запретов грамот, Сердце любое, Она растревожит. Если по письмам Приходит замуж, По телефону Должны быть тоже. Люди, как пожару, Достаточно искры одной. Груст выплит от первого слова, И солнце затмит над тобой. Борвётся, нагрянет, покатит, И сколько потом не беречь! Ей хватит! Одной интонации хватит, Чтоб пламя до неба разжечь! Чтоб пламя до неба разжечь! Что будет дальше, Решайте с вами! Пусть это на шутку Немного похоже, Но если даже Мы шутим с вами, Шутка начала Быть с кожей тоже. Любви, как пожару и слову, Достаточно искры одной. Вдруг всплит от первого слова, И солнце затмит над тобой. Борвётся, нагрянет, покатит, И сколько потом не беречь! Ей хватит! Одной интонации хватит, Чтоб пламя до неба разжечь! Чтоб пламя до неба разжечь! Эй! Девушка! Разговаривайте! Алё! Алёнушка! Я забыл сказать самое главное! Нам квартиру дали! Иванушка! Дурачок ты мой! Что же ты сразу не сказал? Ой! Извини, я не могу с тобой говорить! Здравствуйте! Извините, пожалуйста! Здравствуйте! Кира Анатольевна, извините! Здравствуйте! Здравствуйте! Кира Анатольевна, извините! Здравствуйте! 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 То есть волшебная палочка. Сам додумался? Да ты что, сам лично сатанеев про руководил. Да дуб. Да, этот дуб у нас еще пошумит. И кто же это сотворил? Да, любопытно. Иван Степанович, поручайте. И кто же это? Омерзительно. Интересное решение. Вы думаете? А что? Демократично. Удобно. Очень мило. Ну, честно говоря, мне виделось что-то более изящное. Но есть ли возражения, нет? Нет возражений. Какие возражения? То форма принимается. Приступим к проверке содержания. Нам остается только что-нибудь загадать. Вам слово, Алёна Егоревна? Загадайте что-нибудь. Ну что же вы, Алёна, загадайте что-нибудь самое прекрасное. Отпуск с сегодняшнего дня и на целый месяц. Самое прекрасное. Это наши прекрасные женщины. Но они у нас уже есть. Сейчас не время шутить. Цветы. Молодец, Оля. Прошу внимания. Сейчас я взмахну рукой. Произнесу букет цветов. И на этом столе должны будут появиться цветы. Как видите, палочка очень проста в обращении. Простите, Кирея Анатольевна. А вам не кажется, что в целях чистоты эксперимента надо бы передать палочку в руки лица незаинтересованного, незнакомого с современной магией? Пожалуй, но где же мы найдем такое? Это я. Есть такое лицо. Лицо? Я лицо самое подходящее. Никакого волшебства не знаю. В детстве даже сказок не читал. Кто это? Я деловой человек. У меня наряд есть. Слушай, одолжи на минутку, я все сделаю. Не пожалеешь. Раз, два, три. Букет цветов. Поздравляй скорее, она никому не прощает своих ошибок. Какой успех. Академия. Скрижали. Мяу. Ну что, еще один букет цветов? Или букет Абхадия? Поздравляй. Товарищи, товарищи, но ведь это еще не все. Сейчас нам предстоит подумать, каким образом мы ознакомим общество. С нашим открытием, с нашим новым достижением. Да, товарищи. Спасибо, спасибо. Благодарю. Всем спасибо. Спасибо за помощь. А палочку попрошу сюда. Одну зимнюю шапку можно? Уши мерзнут. Дома это греешь. Так, hormоляero. Думаю, он должен выполнять как саботу и спокойно следует. Что же Алена Игоревна на стороне то выбрали? У нас ведь, тоже герои. Алина, Поль handlar. Да ладно, перестань. Свои есть. Поздравляю. Пронюхнулся ты. А мы ничего не говорили. Мы ужасно рады заселиться. Алена Игоревна. Уезжаешь? Неужели, не совсем, Алена Игоревна Backer? Алена Игоревна, еще вернется. Серьезной? Она нам уже обещала. Но, Кира знает. А что если пригласить комиссию по приемке волшебной палочки не просто так, в рабочем порядке? Например, 31 декабря устроим настоящий новогодний бал с песнями, танцами, а главное, с демонстрацией нашего нового изобретения. Бал, это замечательно! Впечатляюще. Что вы говорите? Обязательно видно. По-моему, тоже. А он? Что он думает? Извините, одну минуточку. Это непереводимо. Зажрался. Предлагаю программу. Торжественное встрече комиссии на служебных тройках. Елка с противопожарными огнями и Дед Мороз из фирмы Заря. Затем скромные товарищеские застолья и танцы по трансляции. Фае-3 телевизора в ряд. А вот в ряд ли? Не осталось. Необходимо пригласить хороший эстрадный ансамбль. А может, в самодеятельности обойдемся? Не обойдемся. Возьмите кого-нибудь в помощь и приступайте к организации новогоднего вечера. Если не возражаете Санину Алену Игоревну. Ее? Не возражаю. Иван Степанович, а что скажете вы? А ансамбль, конечно, хорошо. Но вот комиссия под Новый год. Поедут ли? Поедут. Ведь этим займетесь вы. Как это? Займусь. Завтра вы будете в Москве. Пригласите, поговорите, попросите. Да, но у меня на завтра другие планы. Я знаю, Иван Степанович. И все-таки. Прошу. Хорошо. Перед отъездом загляните, пожалуйста, ко мне. Олечка, закажите Ивану Степановичу билет на сегодняшний вечерний рейс. Хорошо. Погоду я обеспечу. Алена Игоревна, а кто ваш жених? Расскажите подробнее. Какой он из себя? Он, наверное, какой-то необыкновенный. А где вы познакомились? Красивый. Какой-то красивый. Высокий. Как интересно. Алена Игоревна, скажите, ну что нужно сделать для вас? Для того, чтобы тебя так и полюбили. Скажите. Мама. В словах никогда не расскажешь об этом. Ищи, не ищи, у любви все равно. Нет точных путей и готовых ответов. Лишь знаю одно, я знаю одно. В любви не бывает все просто и гладко. В любви не решает всего красота. Должна быть в женщине какая-то загадка. Должна быть в женщине какая-то загадка. Должна быть тайна в ней какая-то. Не просто всегда быть изящной и милой. Как будто на свете нет пасмурных дней. Но стать для кого-то единственной в мире. Поверьте, трудней, намного трудней. В любви не бывает все просто и гладко. В любви не решает всего красота. Девушка, кто так поет, а? Вы не знаете? Кому положено, тот и поет. Какая-то загадка должна быть в женщине. Какая-то загадка должна быть тайна в ней. Какая-то... Любовь объяснит вам, накрянув однажды. И то, что сказать не сумела вам я. И то, что загадка у женщины каждой Должна быть своя и только своя. В любви не бывает все просто и гладко. В любви не решает всего красота. Должна быть в женщине какая-то загадка. Должна быть в женщине какая-то загадка. Должна быть тайна в ней какая-то. Разрешите, Аполлон Митрофанович? Входи ко мне, Эдов, входи. Я решил сообщить вам некоторые соображения. Что к нам едет ревизор? Садись. Я тут подключился и думал, что вам это нужно. Дело в том, что Алена Игоревна замуж собирается. Извините, я пошел. Утро первого века пахнет медом и мятой. Белки рыжие скачут по гетровым стволам. И веселой толпою пчат гентавры куда-то. Может быть, на прогулку, а быть может, по важным делам. Пусть меня над землей прожили. Занята? Алена, у нее самодеятельность. Вот и товарищ тоже ждет. Ждет, ждет, очередь ждет. У меня наряд. А у тебя что? Ой, Алена, как я за тебя рада. Приходи после обеда. А как думаешь, подпишет? Ну, конечно, какие могут быть сомнения. Ну, я тогда пойду пообедать. Ой, извините. Я тоже пойду пообеду. Ха-ха-ха-ха-ха! Ночь двадцатого века. Сердце вдруг расстревожит. Стану молча по небу, Утихший вперед. И глаза призакрою, И услышу, быть может, Как звенят под копытом Голубые булыжники звезд. Пусть берега над землей проплыли, Пусть нигде не осталось света. Кентавры, кентавры, Мы все-таки были. Кентавры, кентавры, Куда же вы, дети? Куда? Кентавры! 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 М roasted Altasen Это вы хотите продемонстрировать Высокая комиссии Центра? Нет, это решительно! Не годится в таком виде! По-моему, в общем, ничего. Энергично! Легко. fan Вы? Здесь? Зачем же так-то, Кира? А затем, чтоб ты глаза не пялил, куда не надо. Что-то новое. Первая вспышка ревности за семь лет. Ты появился неожиданно. Прости, зашел попрощаться. Сердишься? Пойми, обстоятельства. Это в последний раз. Сфера услуг, Кира, не имеет конца. Она беспредельна, как вселенная. И также вечна, в отличие от нас. Я обещаю. Как только ты вернешься, я обещаю. Я устал. Видишь, и волшебники бывают в заколдованном кругу. Трудно любить ведьму. Трудно, когда тебя не любят. Любят. Будьте здоровы. Да. А здоровье тут нас железное. Не знаю, успеем ли повидаться до Нового года в спокойной обстановке. Поэтому, вот, для тебя. Нет, только не это, умоляю тебя. Но почему? У меня дома уже 13 часов, подаренных тобой. Давай остановимся на этом волшебном числе. Но я не приготовил другого подарка. Слушай, привези мне вот что. Да. Да. Ну, это ты даешь. На тебя, действительно, нельзя сердиться. Ты все еще ребенок. Я женщина. Этим сказано все. Хватит. Алло. Да, да. Да. Я слушаю вас. Этим. Угу. 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 О! Угу. Сплетня гарантирована. Отлично, да здравствует сплетня. Ай, девушка, что за девушка? Только всегда нет, говорит. Ну почему же? Один раз я сказала, Ванна. Когда? Вы спросили, хорошо ли я слышу. Иван Степанович. С наступающим, Алёна Игоревна. Иван Степанович, спасибо вам. Как вы меня выручили сегодня. Очень рад вас видеть, особенно с такими сияющими глазами. Что-нибудь нечисто? Чисто, чисто. Я замуж выхожу. От всей души сердечно поздравляю вас. За это? Иван Степанович, да вы что, он в Москве? Я сегодня вылетаю. В вечернем? Да. Мне повезло, я тоже лечу этим рейсом. Ну так это же прекрасно. Тогда будете моим свидетелем на нашей свадьбе. С величайшей радостью принимаю ваше предложение. Примите и вы. Чтобы так сказать, не мешкая. Надеюсь, вам это понравится. Влад Степанович, спасибо. Влад Степанович, как я вам благодарна. Это так неожиданно. Спасибо большое. Жду вас в аэропорту. Надеюсь, теперь вы не опоздаете. Ну, теперь вряд ли. Апполлон Митраконович. Это не ко мне. Вы даже не знаете, что? Раз не знаю, о чем разговор. Поймите, сбежал кот говорящий, то есть не говорящий. Скажите, какой? Именно поговорим. Вы только сейчас сказали ответ. Это он из-за вас сбежал, из-за вашего. Зайдите через два дня. Я готов не приглашал, а вы зайдете ко мне, как было назначено. Ну, а ты что ему сказала? Подожди. Извините, ради бога, скажите, пожалуйста, где у вас кабинет директора? Конечно. Первый поворот налево, потом направо, потом снова налево и снова направо. Спасибо. Значит, первый поворот налево, потом направо. А склад готовой продукции? Разберете. А, понял, да. Потом. Потом. Все делается, Кирилл Анатольевна, все делается. Правда, Алена Игоревна вот улетать собралась. А я ведь насчет музыки-то не силен. В смысле ансамбля. Могут подсунуть что-то такое неподходящее. Улетать? Зачем? Вы ей передали мое распоряжение? Этично, конечно, но она слушать ничего не хочет. Странно. Что это с ней? Ну, говорите скорее. Есть вот одно обстоятельство. Улетать бракосочетание, свадьба у нее намечается. Да, это меняет дело. Придется отпустить. С Киврином, Иван Степановичем. Что? Что с вами? Что за вздор? Как это вам в голову взбрело? Да не взбрело бы, но факты, как говорится, упрямая вещь. И потом, что здесь такого-то? Он человек видный, свободный. Она тоже хорошо одевается. Что с вами? Вы чем-то расстроены? Изложите факты. Пожалуйста, это давно всем бросается в глаза. И потом, сегодня, во время испытания, ведь он заставил вас палочку принять. Без него бы вы эту демократичность не одобрили бы. Дальше? Ну, то, что жениха Иваном зовут. Кхе-кхе-кхе. Об этом вся лаборатория знает. Она только фамилию скрывала. А то, что на свадьбу в Москву летят, это хоть сейчас убедиться можно. Заявление у секретаря лежит. Одним рейсом, между прочим. Оля, заявление Саниной у вас? Да, Кира Анатольевна. У меня лежит. Можно я пойду пообедаю? Пожалуйста. Продолжайте. Да что там говорить. Сейчас видел в гардеробе, как они целовались. И потом, простите, на шею кулон с часами повесил. Врете. Насчет кулона вы врете. Этого не может быть. Что на меня, Кира Анатольевна? Вызовите сейчас Алену Игорьевну. Сами убедитесь. Кулончик у нее, простите, на груди висит. Пакость какая. Пакость. Ольга. Вы секретаршу обедки отпустили. Пригласить. Кивельну животную. Садину. Немедленно. Пакость какая. Пакость. Вы все решили с Кирой Анатольевной? Я могу войти. Я позволю себе задержать вас. Но я очень тороплюсь. Москву вы собираете, к жениху надо полагать. Да, откуда? Откуда вы знаете? Знаю. Кроме того, мне известно, что мы с вами назначены в комиссию по устройству новогоднего, я бы сказал, балла. Но я не могу. Как это понимать? Я, можно сказать, к вам со всей душой, а вы предпочли мне какому-то мальчишку. Простите, я вас что-то не пойму, Павел Митрофанович. Я вам кое-что дарил на праздники. Ну, святы, например. И вы не возражали. Это дало мне право думать, надеяться. Павел Митрофанович, шутник вы все-таки. Нет, я не шучу. Значит, вы человек с фантазией. А я не подозревала. Вам стихи писать нужно. Вы стихов не пишете, нет? Нет, я стихов не сочиняю. Поэтому Кира Анатольевна вас и назначила. Включайтесь. Включайтесь. Все равно работать придется. Это мы еще посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Какая женщина. Какая женщина. Почему вы не хотите меня понять? Я должна понимать вас. Я. Неужели вы никогда не любили? Удивительное бесстыдство. Бесстыдство? Но ведь я замуж выхожу, понимаете, замуж. Что так скоропостижно? Откуда вы взяли? Мы с Иваном давно все решили. Ах, вы хотите поставить меня перед фактом? Не выйдет. Как это не выйдет? Вы просто... Вы просто не имеете права. О, о правах заговорили. Имейте в виду, у вас обязанности есть. Я у вас не обязана готовить вам какие-то концерты. Вы обязаны выполнять все мои распоряжения. Поймите, наконец меня ждут. Ничего, подождут. Постынут немного. Кира Анатольевна, я вас очень прошу. Пожалуйста, у меня больше нет сил и времени. Ну, посмотрите на часы. Так, вы издеваетесь надо мной. Это вы издеваетесь. Устраивайте сами себе концерт, я все равно полечу. Санина, стойте, я запрещаю. А я все равно полечу. А я объявлю вам выговор. И зря это сделаете, потому что я все равно улечу. Нет, не полетите. Полечу, полечу, полечу. Молчать! Опять занята. Зачем я только обедал? Молчать! Никуда ты не полетишь, девчонка. Никуда ты не полетишь, девчонка. Никуда ты не полетишь. Изымаю весну из сердца твоего. Я все равно вкладываю туда синий. Что такое? Горим, не горим? Что такое, а? Слушай, горим, не горим, а? Загораем. Извините, Кира Анатольевна, у меня голова что-то. Ничего, ничего. Я сейчас же приступлю к подготовке новогоднего бала. Кажется, он будет иметь для нас большое, даже особое значение. Правильно я рассуждаю? Теперь совершенно правильно. Благодарю за доверие. Спокойно. Извините. Кажется, каблук подвернулся. Конечно. Извините. Ничего. До свидания. До свидания. Это бывает, это скоро пройдет. Это бывает. Да кто? Кость. Откуда? С юга. Что вы здесь делаете? Мне только подписаться. Секретаря нет. Тут гром и молния. Все испытания проводите. Так. Кроме вас здесь никого не было? Никого. Совсем никого. Где? Что? Пропуск. Пропуск. Как я похудел? Где пропуск? Подписать. Подписать. Где? Давай. Подписать. Спасибо. Вот наша Алена вся в науке, наружу торчит одна голова. Алена Игоревна, вам нравится? Мы к балу готовимся. Ой, а где же ваша коса? Она вам так шла? Безобразие! Здесь вам не музык-холл и не парикмастерская! Упирайтесь! Перестаньте, щелкать, когда я разговариваю! И вообще, я никого не удерживаю! Вам понятно? Меня ругают, значит, я существую. Алена, все в порядке. Рейс 313. Место 13. Отправление 20-30. В общем, все как положено. Телеграмму дал, адресат встретит. Все есть по чести. В общем, как говорится, дай вам Бог! Трампау! Трампау! Вас, товарищ Брын, я не просила никакой телеграммы. И очень вас попрошу, в течение 10 минут напишите докладную по поводу вашего отсутствия в рабочее время. Ты что, Алёна? Я вам не Алёна. Я прошу называть меня по имени-отчеству. Это раз. А потом я никуда не лечу. Прошу вас сдать билет. А как? Вас, товарищ Ковров, я прошу являться в лабораторию в нормальном виде. Да, извини, случайно. Хотя бы в костюме, как у товарища Брыля. А вас, товарищ Брыль, я прошу не сидеть при мне в головном уборе! Алёна, ну что, была у Киры Анатольевны? Подписала, да? А вас, Нилочка, это совершенно не касается! Алёна Игоревна, у себя? У себя. Только, кажется, не в себе. Очень рада вас видеть, Павел Дмитрий Трофанович. Проходите, пожалуйста. Позвольте. Иди, старе, редеть. Иди домой, приведи себя в порядок. Вечером понадобитесь мне опия. Сядьте, пожалуйста. Не обращайте внимания. А ведь я к вам собиралась, Павел Дмитрий Трофанович. Приятно это слышать. Я чрезвычайно счастлив сотрудничать с вами. Что вы намерены мне поручить? Ансамбль. Причем отличный ансамбль. Пардон, я на минутку. Анатольевна, так сказать, строго приказала. Понимаю. Ковров, вы следите за нашим разговором? Слежу. Я за всем слежу. Завтра утром доложите ваши соображения по поводу ансамбля. Как же я могу доложить об ансамбле? Где я его ночью достану? Это вы говорите мне, заместителю директора. И где? В лаборатории абсолютных неожиданностей. Вы, Ковров, магистр или вы не магистр? Ну, магистр. Без ну, пожалуйста. Можно без ну. Но и без ну и ну тоже. Нет, вы не правы, молодой человек. Только в нашем институте в штатном расписании есть маги и чародеи. А без нашего института вы кто-то так вот отдельная личность? Спасите, Аленель. Нет, нет, очень точное и правильное замечание, Аполло Митрофанович. Вы поняли, Ковров? Я-то понял. Поняли, поняли. Можно идти? Да, идите и работайте. Слушаюсь. Вы приглашали меня сегодня на обед. Так вот, я хочу компенсировать свой отказ приглашением на ужин. Так, запросто, по-соседски. Живем в одном доме, а вы еще ни разу у меня не были. Что ты называешь? Да я о вашей Саниной слышать не желаю. Нам надо только знать, что там произошло. Головокружение от успехов произошло. Какое головокружение? Не похоже, не похоже. Уж очень изменилась наша Алена Игорьевна. И как-то сразу, тут дело серьезное. Может, Сатанеев? Вполне возможно. Он целый день из кабинета не выходит. Он и сейчас там сидит. Так это они, наверное, о ней говорят. Давай послушаем ключи. Да вы что? Как вы можете мне такое предлагать? Все. Конечно, нельзя. Что я предложу? Я так не подумал, что ляпнул. Я ляпнул? Нет, я не ляпнул. Ну, нельзя. Говорить нельзя. Пошли, пошли, пошли. Все, пошли. Идем. Объясни. Магистры, чародеи, селектором включи. Бог ты мой. Тут без высшего образования до всего своим умом доходишь. Я всегда восхищался вашим даром уговаривать людей. Тут уговорами не обошлось. Власть применили. Силу. Понимаю. А раз понимаете, то действуйте. И помните, им встречаться нельзя. Если до наступления Нового года она его поцелует... Ну, какой тут у нас неловкий, Витенька. Ну, разве может женщина свой секрет сразу мужчинам открыть? Да ладно, Фома, это ты знаток, Людовед. Это ты у нас магически сверх витаешь. А мне грешному по земле приходится. То с зайчиком, то мышкой, то котиком ласковым прикинусь. Ну, тоже дашь свое волшебство житейское. Слушай, дорогой... Уйди. Слушай, дорогой, не подскажешь, где выход? Не у кого спросить. Шесть часов все исчезли. Это что, по волшебству? По волшебству, волшебству. У тебя есть карандаш-бумага? А? Начерти ему план, как выйти. А, бумага. Витенька, начертись сам, не могу я. Времени у меня нет. Думаешь, уже знает? Уведен. Слушай, ты рисуй, рисуй. Торопишься? Очень. Завтра дома буду. Наряд подписал. Думал, здесь до Нового года задержусь. Здесь на дело завернешься. Ага. Даже в кресле вот тут. Вдруг слышу гром, молния. Как у нас в горах. Выходит девушка. Потом выходит директор. Кто ты такой, не спрашивай. Разбирается. Все подписал. Ты где? Где гром слышал? Да там, слушай, за стеной и молния сверкнула. Замечательный у вас институт, а? Только шумно и коридоров много. Ну, давай, ты мне нарисовал. Большое спасибо. Да я пойду. Все. Все. Что? Заколдовано. Заколдовано. Кира. Теперь не расколдуется, если жениха до Нового года не поцелует. За что же это на ее? Неясно. Видно, Сатанеев накрутил. Вроде работника цельного теряем, а сам Алене прохода не дает. Ох, он мне надоел. Гад. Ну, я его все в брак превращу. В землю, в слякоть, в грязь. В это как его? Всплывет. Как она могла допустить? Кира-то умница. О чем ты говоришь? Кира ведь тоже женщина. Ладно, все, хватит прочитать. Надо действовать. Действовать. Легко сказать действовать. Киру не преубедишь. Киврин мог бы. Киврин-то уехал. Телеграмму надо послать. Жениху. Срочно, чтобы он приезжал. Давай адрес. Адрес. Ты что? Я тебе дал, ты на нем план чертил. Караул! Стой! Сейчас наряд отнимут. Нет. Не отдам. Никогда. Не отдам. Это не бумажка, это наряд. Неспоконный наряд. Там есть печатник. Адрес. 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 Зачем ты на полу? Куда? Я сейчас. Заходи справа, я слева оберну его. Послушай, нам только бумажка нужна. Бумажка одна. Берплю. Отдай. Господь. Вот он. Держи его. Подожди. Да подожди. Адрес. Все. Обездух не надо. Я для тебя старался. Три солнечный юб. Без рук. Давайте действовать официально. Не собрать. Вот она. На почту. По бабушке. Быстрее на почту. Опять повезло. Наряд у меня все в порядке. Так. Сюда. Так. Нет. Туда я больше не пойду. Хватит. Так. Вот. Оля. Что? Кто так строит? Кто так строит? Кто так строит? Тень ночная смутная. Тремлет на полу. Подойду я к мудрому. Древнему стеклу. Слово в небо светлое. Дивной высоты. Загляжусь я в зеркало. И возникнешь ты. Стекло вежами. Как лунный свет. Но этой грани. Прочнее нет. Так даль за нею. Светлым светла. Смотрим, не смея отойти от стекла. Вот опять похожие. Рядом мы стоим. Взгляд мой настороженный. Встретился с твоим. Даль в глазах безмерная. Звезд огни горят. И опять я первая. Опускаю взгляд. Стекло между нами. Как лунный свет. Но этой грани. Прочнее нет. Там даль за нею. Светлым светла. Смотрю, не смея отойти от стекла. Тишина смеящая. В рамке темноты. Кто здесь настоящий? Может, это ты? За лесами, реками. Может, есть земля. Где ты смотришь в зеркало? Чтоб возникла я. Стекло между нами. Как лунный свет. На этой грани. Прочнее нет. Там даль за нею. Светлым светла. Смотрю, не смея отойти от стекла. Вопрос первый. Правильно ли я поступаю с Аленой? Она сама виновата. Нельзя прощать вероломство. Кроме того, Иван Степанович должен понять и почувствовать свое заблуждение или наваждение, не зная, что тут ближе к истине. Тобой владеет гнев. Ты несправедлива. Каждая на моем месте поступила бы так же. Ты не каждая. Ты должна быть осторожна. Сколько можно жертвовать собою? Другими жертвовать легче. Хорошо. Покажи мне ее. Теперь его. Убрать. И пусть все остается, как есть. Я весь-весь внимание. Вы знаете, мне как-то вдруг надоела моя лаборатория. Какая-то сфера услуг. Ну, это не престижно как-то, верно? Размаху нет. А с кем приходится работать? Этот Брыль? Этот Ковров с его нелепым энтузиазмом? Он совершенно не способен в настоящее колдовство. Он нас абсолютно точно завтра подведет с ансамблем. Вот увидите. Не беспокойтесь. Я принял меры. Завтра Камьедов Шиком привезет ансамбль из Москвы. Аполлон Митрофанович, мне ужасно надоел Китишград. Ну, это, доложу вам, сделать будет труднее. Даром в этом мире никому ничего не дается. Даже дуракам. Это я не о вас. Поезжайте к жениху. Вот вам и Москва. У меня в Москве никакого жениха нет. И пока в Китишграде тоже? Нет. Девочки. Ну, что же вы встали, Милыч? Несите. Несите, ведь у нас же ничего нет. Ну, вот. Где фотография? Какая? Ой, сейчас. Ну, хитрюга. Зачем брала? Я ее девчонкам показывала. Ну, что говорят? Ну, говорят, что красивую. Это мы знаем. Ты тоже ничего, но она лучше. У него работа пора. Все, все, все. Ну, подожди, куда ты? Рано же. Лучше рано. Алена ждать не любит. Вань, а ты ее боишься, да? Так, давай одевайся, а то мама уже волноваться будет. Не будет. Она меня насовсем отпустила. Сегодня с тобой останусь. Это еще чего? Ну-ка, давай одевайся. Со мной. Иван Кухов? Да. Вам телеграмма. Спасибо. Вот здесь распишите. Алена приехала. Алена, чего там? Телеграмма. Может, срочно приезжайте. Чего? Ванечка, как же так? Алена приехать не может? Заколдована. Чего, не понимаю, ерунда какая-то? А может, они нас разыгрывают? А если нет? А разве можно заколдовать взаправду? Все можно, если очень захотеть. Куда же мне теперь? К поезду. Буховый. Да. Машина у подъезда. Спускайте скорее, а то опоздаете. Куда? Как куда? На поезд. Сорок минут до отхода. Все. Спасибо. Иди домой. Иди, сказал, домой. Мама волноваться будет. Домой иди. Я тебя только до вакона поразил. Домой иди, сказала. Ванечка. А вдруг ты билеты не купишь? Ваня. Ванечка. Ну, куда ты? Вот твой ренант. А? Товарищ Кухов, если не ошибаюсь. Да. Откуда вы меня знаете? Да как же. Ждем вас. Беспокоимся даже. Предупреждены, наслышаны. Спасибо. Прошу, прошу. Прошу. Как только это, тронемся. Горяченького чаю вам принесу. Спасибо. Нина, иди домой! Я к кому? Иди домой! Да иду я, иду! Граждане, прошу освободить. А что случилось? Нет, подожди. Это у нас билеты. Это товарищ из непокновенных услуг. Понятно? Что будем делать? Это невозможно. Так же и нельзя, товарищ. Повторяю, товарищ из непокновенных. Так что в ваших интересах, побыстрее. Такой необыкновенный. Ну зачем? Извините, я сам ничего не понимаю. Ребята, ну зачем? Садитесь. Мне же одного места хватает. Как зачем? Правда, я и сам не знаю, зачем. Положено. Кому? Кто меня найдет? А когда тебя обязательно приеду? Катя. Чего? Во сне-то она любит. Ванечка родной мой, я... Ой, надо Коврову сказать. Обязательно. Ты что, опять? Ни капли тебя ждал. Ну, как удалось? Едет. Ой. Сейчас мы тебе облегчение сделаем. Ну как, тяжело было? Ой, не говори. Пока всем этим таксистам, проводникам, музыкантам внушал, чуть не понял. Тяжелый народ пошел, трудно внушению поддается. А музыканты что? Да в купе оказались, еле выставил. Так ты что, не мог заманить к нам, что ли? Проблемы ансамбля решили бы сразу, а? Все все понимают. Ну все, хватит уже. Помогло. Слушай, надо бы с этим Иваном поговорить, а? А то он с перепугу, да без информации, он же столько дров наломать может, правда? Надо бы, но когда? Когда? Как когда? Сейчас, конечно. В сию минуту. Да, это было бы во! Да когда это же... Че ты, Витенька, на меня уставился, а? Да просто прикидывай, соображаю. А, ну ты прикидывай, а я пока домой пойду. Я там ключ забыл в замке, наверное. Открой. Чуть погодя, вот с Иваном поговоришь и баеньки. Сам поговоришь, ты чародей, ты больше получай. Кто больше получает, это только бухгалтерия знает. Тут же, Фома, волшебство нужно, житейское. Понимаешь? А у меня голова болит. У тебя это получится значительно лучше. Так что приготовься, сейчас в купе отправишься. Ты че, Витька, ты что с ума сошел? Меня же на вора вагоны вошел. Меня же арестуют, меня побьют. Фома, ты представляешь, есть лешие, домовые, водяные. А ты у нас вагонный будет. Тебе нельзя, тебе я тебя не кричу. Ну, пожалуйста. Ну, ни пуха тебе не пера. Вагонный! Да что я вам? Туфли! Туфли! Простите, я случайно сбросил. Вы кто? Я? Вагонный. Кто? Ну, про домовых, водяных... Да. А, да. Для ше... Знаете? Ну вот, а я вагонный. Временно. По спец необходимости. Осторожней. Позвольте. Осторожненько. Здравствуйте. Нет. Не надо. 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 Я к вам по делу. Вы точно Пухов Иван Сергеевич? Вообще-то да. Вы телеграмму насчет Алены Игоревны получили? Получил. Я только ничего не понимаю. Там было написано, что у нас заколдовано. Может быть, вы мне объясните, что происходит, а? Ну, заколдовано. Это значит, когда вас превращают в какой-нибудь предмет. Ну, скажем, привно. Или вот в этого, в косла, например. Что? Это в любом руководстве прочесть можно. Это всем известно и никому не интересно. К этому сейчас Аленка прибегает. А вот если тебе обличие-то оставят, а весну и все такое прочее из сердца вынут, а зиму лютую туда поместят, вот это и есть настоящее колдовство. Человек тогда другим становится. Он все понимает, но оценивает уже по-другому. Так что Алену Игоревну вы найдете весьма изменившийся. И кто же на такую гадость осмелился? Дело не в том, кто осмелился, а дело в том, как быстрее Алену Игоревну расколдовать. Да нет, как раз и в том, и в другом дело. А как ее расколдовать? На всякое злое колдовство молодой человек средство есть. Любовь, молодой человек. Любовь? Да, любовь. Вот вы, Алену Игоревну, правда любите? Ну, в общем-то, да. В общем-то, да. Очень! Ну, какое это имеет значение? Огромное! Очень! Ну вот, вот это вам завтра придется доказать. А теперь спите, отдыхайте, набирайте сил и вам завтра пригодятся. Ну ладно, что вы говорите, какой сейчас сон? Вам обязательно нужно отдохнуть и запомните. Ничего там завтра не удивляйтесь. И ничего не предпринимайте, заранее не посоветовавшись с товарищами Ковровым и товарищем Врылем. По-моему, Остапычем с последним. Обязательно. Почему? Вот хорошо, вот хорошо, спите, а. Спи. Спать пора, и не вздумай со мною ты спорить. И не вздумай глаза открывать до утра. Всем живущим в долинах, в горах, под землею и в море. Спать пора, спать пора. Ночь решает проблемы любые, простые и сложные. Все, что день натворил, наломал, исправляет подряд. Обо всем остальном людям знать не положено. Почему ты не спишь, спи, тебе говорят. Спать пора, утро раннее ночи мудрее. Все тревоги свои отложи до утра. Если веришь в добро, может, мир станет добрым скорее. Спать пора, спать пора. Ночь решает проблемы любые, простые и сложные. Все, что день натворил, наломал, исправляет подряд. Обо всем остальном людям знать не положено. Почему ты не спишь, спи, тебе говорят. Спать пора, землю ночь подметет под ветерку. Всем на свете желая удачи и добра. Нам с утра непростая с тобой предстоит работенка. Спать пора, спать пора, спать пора. Ночь решает проблемы любые, простые и сложные. Все, что день натворил, наломал, исправляет подряд. Обо всем остальном людям знать не положено. Почему ты не спишь, спи, тебе говорят. 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 Спишь, не спишь, 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 спишь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ансамбль. Абаш, встречаете? Хорошо. Где? Что? Ансамбль где? А-а-а. Ансамбль? Там. Ваня! Так это что такое? Ты как посмела? А между прочим, Ваня, ты перчатки забыл. Спасибо. Но первым поездом едешь обратно. Кто это? Он, это... Один? А сколько? Остаюсь с дверью. Остальные где? А-а-а. Остальные? Ну... Там. Сюда. Потом дойдут. А этот? Этот тренер... Композитор. Дирижер в основном. Непредставительный какой-то. Хлипкий. Так он же музыкант, а не грузчик. Столичная знаменитость. По моде одеты. Не в тулупах. Многое вы понимаете в моде. Теперь тулуп это самое ретро. Ну, все равно ты без меня пропадешь. Первым поездом, я тебе сказал. Товарищи из ансамбля, ну что же вы, мы вас ждем. Эй, молодой человек, не ребенок. Вы куда? Мы же вместе идем. Она? А ведь и вправду. Ничего. Здравствуй. Здравствуйте. Ты меня совсем не узнаешь? А почему, собственно, Елена Игоревна должна узнавать вас? По-моему, вы не знакомы. Ты что, не предупредил? Да предупредил железно. С влюбленными у него в голове тараканы. Ты сам. Тормозни его. Уважаемый товарищ, обознался. У нашей Алены Игоревны лицо типическое. Типическое, типическое такое. Поэтам бы ему показалось, что... Да вы что? Что? Кто дал вам право на подобные высказывания о моей внешности? Я знаю. Это безобразие, товарищ Брыль. Виноват. Возьмите вози, займитесь лошадьми. Это у вас лучше получится. Слушаюсь. Как-то странно получается. Что это за ансамбль у вас? Малогабаритный какой. Ну, какой есть. Ну, понятно. Не поню. Эй, нету. Аву мы не ждали. Но... Скажите, как зовут этого молодого человека? Его зовут Иван Сергеевич. Он мой брат. А вы его совсем-совсем не помните. Иван Сергеевич? Это как Тургейев. Тургейев? А, каштан. Ты смотри, какой габарливый. Соткнув бы его, чем... Может, рывай. Какой трубой? Ну, трубой. Ага. Ты куда? Куда в пешку? На. Так вот, я интересуюсь. Простите, пожалуйста, но нам пора репетировать. Как репетировать? Сейчас? Здесь? Репетировать? Как? Давай, начинай скорее. Может быть, еще лучше получится. Нет, я не могу. Ты что? Ну, что же с тобой делаешь, а? Сможешь. Ну, если по-настоящему ты любишь, не сможешь ты. Ну, играй, видишь, он осмотрит. Ты чего с трубой за садями пообщался? Ты что, колдануть не мог? Представляешь, забыл. Ух! Склеротик. Ух! 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 Остыли реки и земля остыла И чуть нахоклились дома Это в городе тепло и сыро А за городом зима, зима, зима И уносят меня, и уносят меня Звенящие в снежную даль Три белых коня, эх, три белых коня Декабрь, январь и февраль Зима раскрыла снежные объятия И до весны все дремлет тут Только елки в треугольных платьях Только елки в треугольных платьях И на встречах все бегут, бегут, бегут И уносят меня, и уносят меня Звенящие в снежную даль Три белых коня, эх, три белых коня Декабрь, январь и февраль Остыли реки, все земля остыла Но я замерзнуть не боюсь Это в городе я все хрустила Это в городе я все хрустила А за городом зима, зима, зима И уносят меня, и уносят меня Звенящие в снежную даль Три белых коня, эх, три белых коня Декабрь, январь и февраль И уносят меня, и уносят меня Звенящие в снежную даль Три белых коня, эх, три белых коня Декабрь, январь и февраль Прошу. Я заждался. Зачем же вы без меня поехали? Кто это? А-а-а! Аполлон, Митрофанович, прошу прощения. Два слова. Где ансамбль? Там. Один? А сколько? Остальные? Едут, летят, воспоследуют. А это кто? Где? Там. А это тренер, композитор, дирижер, лауреат и столичная знаменитость. Может быть, все-таки в гостинице? В гостинице бронь для комиссии? Да. А как же я их в музей оформлять буду? Как экспонаты, как экспонаты. Живых? Условно. Простите, а как же потом списывать? По акту, как пришедших в негодность. Внимание, товарищи, тут у нас чистота и простота. Ну, сказать, это у нас самобранка для служебного пользования. Руками не трогать. Меню скромное, но питательное. Ванная и, так сказать, прочие удобства в гостинице за углом. Завтра получите пропуска. В удобство? Да, до двадцати трех. Как полотно. А там что? Слушай, не остыть, не пойму. Это экспонаты, это, так сказать, отходы магического производства. Сапоги-скороходы, болотные, к сожалению, промокают. Ковер-самолет, нелетающий, шапка. Невидимка? До сих пор ищем. Стой на месте. Не могу. Себя погубишь. Черт с ним. Себя погубишь? Хорошо. Мы вас оставляем. Располагайтесь, готовьтесь, отдыхайте. А потом милости просим на ученый, то есть на художественный совет. Товарищи, рабочий день не кончен. Что? Прошу за мной. Прошу за ним. Прошу. Знаете, совершенно невоспитанный молодой человек. Это вы о ком? Сами знаете. А то-то вы с ним так кокетничали. Не понимаю. Руками не трогать. Это почему же? Она действительно меня не узнает. Чертощина какая-то получается. Что угодно, граждане. Это вы нам? Вам, а кому еще? Что это? Чего заказывать-то будете? Я не понял. Он не понял. Я русским языком говорю. Сучить требует, а сам не знает чего. Потом еще жаловаться будет. Что по сторонам будем глядеть или будем заказывать? Ваня? Так это же скатерть, самобранка. Да-да, самобранка. Я и есть. Делайте заказ, раз позвали. Ну, подождите. Надо сообразить, понимаете. А мне, пожалуйста, пирожное с кремом не бывает. Ну, тогда дайте, пожалуйста, просто яичницу из трех яиц. Размечталась, из двух будет. Ладно. А тебе, Вань, что? Я не знаю. Может, чай с лимоном? Дайте нам, пожалуйста, два чая с лимоном. Да вы что, граждане, блины, что ли, объелись? Какие лимоны зимой? Ну, тогда просто чай с сахаром и два бутерброда с сахаром. С сыром. Бутербродов не держим. А что есть? Форсвейн, водо-ягодная, Сунцедар, Кавказ, Акстафа. Ну, нет, это нам не надо, правда, Вань? Правда. Так и все, это уже все? Все. Тут же мне клиенты. Знаешь, Бэй, мне здесь все-таки нравится чародейство, волшебство. Только... Только что-то у них здесь недоработано. Недоработано. Чего недоработано? Ты посмотришь, они с Аленой сделали недоработанное. Я с ними завтра не в доход совета с ними в прокуратуру пойду. Вот ваш заказ. Было бы из-за чего шум поднимать. Мне бы только до их директора этой ну и... Ну и ну добраться. А вот этого делать не надо. Извините, что без приглашения. Что тут у вас происходит? Это вроде пожар начинается, а? А? А, вот оно что. В чем дело? В чем дело? Чего шумите, гражданин? Ты что себе позволяешь? Да ничего страшного. Подождите. А что это я себе позволяю? Ты как гостей не хочешь? Не бойся. Батюшки не признала. Если еще раз себе такое позволишь. Сейчас, сейчас все будет. Одну минуточку. Чего изволите? Давай быстренько. Все, что нужно там, фирменная посуду, самовар, все, что положено. Да не извольте беспокоиться. Сейчас все будет. И быстренько. Одна нога... Или что там у нее? Нет, нет. Ну, очень неважно. Одна нога тут, а другая тоже здесь. Вот так. Здорово. Да, как у вас здорово с ней получается. А нас она совсем не слушалась. Потакали много, вот и не слушалась. А у нас разговор короткий. Чуть что не так, на фталины, на вечное хранение. Спасибо. Или на портянке. В сфере услуг еще, к сожалению, характер требуется. Ага. Не докажешь, не получишь. Вот именно. Ничего, скоро ВП в строй войдет, полегшается. А что такое ВП? Волшебная палочка. Незаменимая вещь в сфере услуг. Скажите, а что она и вправду все может? Не все, но очень много. А где волшебная палочка-то? Как и положено, в ларце. А, знаю, знаю. Ларец на дереве, дерево на острове, а остров не знаю где. Разыгрывайте. Нет, это ларец в кабинете нашего директора. Я знаю, которого никак видеть нельзя, да? Можно мне пряник? Не которого, а которую. Кира Анатольевна Шамаханская, крупнейшая фигура в нашем деле. Доктор наук, маг первой величины. Вот к ней ходить не надо. Неизвестно, чем это может кончиться. Алена сходила? Сходила. Так теперь ее спасать надо. Так что же делать? Есть одна идея. Сквозняк, наверное. Ансамбль маленький, но неплохой. Алене Игоревне понравился. Говорит, недурно. Как она? Алена Игоревна? Мила, симпатична. Стала просто очаровательна. Понятно, у вас все? Нет, вот, да. Телеграмма от Киврина приезжает завтра, просит встретиться с 10-часовым поездом. Встречать не надо. А как он может сам добраться до 24 часов? Примите меру, чтобы до этого срока он не появлялся в институте. Все, а может мне приготовить приказ об увольнении? Я готов занять место зама по науке, это мне не трудно. Я понимаю, что вам это не трудно. Вопрос не в вас, а в науке. Идите. Видимо. Иван, ты все уразумел? Тогда пошли, скоро худсовет. Ну я-то что там буду делать, ребята, а? Опять на трубе сыграешь и все. Не-не-не, второй раз на трубе я не смогу, ребята, не смогу. На гитаре, пожалуйста, на трубе нет. Вот чего нет, того нет. Ах, да. Да-да. Сколько с нас у меня есть? 4 рубля 89 копеек. Возьмите. Да-да. Стача где? Я думала, вы уже ушли. Пожалуйста. А копейку? Да ладно, оставь-то ей эту копейку. Пошли, Фома, некогда, пошли, пошли. Да нет, копейка руб перережет. А что, пожалуйста, значит, ничего не стоит? Пожалуйста, у нас в ассортименте. И что? Смотрите, опять этот необыкновенный. Что такое? Что? Моя труба. Необыкновенный. А инструмент у ноги быстро придет. Что случилось? Ребят, ну, вы же сами ее в купе оставили. Ну, помнишь, я тебе говорил? Подождите, как вы здесь очутились? Что значит, как? Мы артисты, нас пригласили. Ансамбль Помарин, надеюсь, слышали? Слышали. Конечно, слышали. Мы каждый день зубы чистим. Причем здесь зубы. У ансамбля должен быть ручное имя. Помарин. Кто вас сюда пригласил? А.М. Сатанеев. Ну, все ясно, понял, Митей. Вопросов нет, пошли домой. Подожди. Ну, тогда мы горим ведь. А может, колдонешь их с глаз долой подальше, пока никто не видит. Что ты все время колдонешь, колдонешь? Люди же, надо с ними по-человечески. Ребят, значит, такое дело, тут... Может, им нужна ваша помощь? Доставили, товарищи. Ансамбль Помарина. Можно? Пожалуйста, товарищи. Прошу вас, мы вас ждем. Что вы нам исполните? Песня о Снегурочке. О, замечательно. Как раз для Нового года. Еще хорошего. Почему? Зачем нам Снегурочка? А что такое? Что это за намеки? Намеки? Да. На что? Ты перепутал. Снежинки. А, простите, песня о Снежинке. Это лучше. Но все равно, посмотрите, как он смотрит на Лену Игоревну. Это же просто неприлично. Вам-то что? Мне? Все равно. Но все-таки. Прошу вас. Пройдем вперед. А вы зачем сюда? Вам туда надо? Он руководитель. Он руководитель, как вы. Или почти такой. Да. А, ну тогда пусть сидит. Сейчас будет все готово. А дальше что? Сейчас начнем. Смотрите, смотрите, что он делает. Ну нельзя так. Ну что это такое? Вы ведете себя неприлично. Кто? Вы. Мы слушаем вас. Слушаем, слушаем, давайте. Когда в дом ходит год молодой, А старый уходит вдаль. Вот, пожалуйста. Снежинку хрупкую спрячь в ладонь, Желание загадай. Смотри с надеждой в ночную синь, Не крепко ладонь сжимай. И все, о чем мечтала, спроси, Загадывай и желай. Новый год. Новый год, что вот год настанет, Исполнит мне мечту твою. Ни слезь снежинка не растает, Ни слезь снежинка не растает, Твоей ладонни не растает, Пока часы двенадцать пьют, Пока часы двенадцать пьют. Когда приходит год молодой, А старый уходит прочь, Да но свершится мечте любой, Такая уж эта ночь. Затихнет все и замрет вокруг В преддверии новых дней, И обернется снежинка вдруг, Жар птицы в руке твоей. И новый год, что вот год настанет, Исполнит мне мечту твою. Ни слезь снежинка не растает, Если снежинка не растает, Твоей ладонни не растает, Пока часы двенадцать пьют, Пока часы двенадцать пьют. А мне этот молодой человек очень нравится. Ну, кстати, здесь мы с вами не совпадали. Здесь мы с вами не совпадали. Пока часы двенадцать пьют, Пока часы двенадцать пьют. Вам не понравилось? Нет, нет, очень мило. А ты просто молодец. Нет, не меня, не меня, Вы его, пожалуйста, поцелуйте. Но его, ведь это же он все придумал, Он же песню сочинил. Ну, пожалуйста. Не меня, вот вы его поцелуйте. Ну, пожалуйста. Э-э-э! 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 Так нельзя худого! Вы что, Кира Анатольевна? Товарищка Мневедов, Проснитесь и наведите порядок. Я не сплю. Все по местам. Артисты, песню. Все свободны, товарищи, спасибо. Мы сообщим вам свое решение. Всех сотрудников прошу разойтись по рабочим местам ножками, 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 товарищи. Неслыханно! Это неслыханно! Ребенка явно подучили. Мне, в общем, понравилось. Я думаю, надо пригласить их на завтрашний вечер. Как? После того, что я... А что, собственно, произошло? Вы что-нибудь заметили, Алёна Игоревна? Я вообще не знаю, почему столь наивный поступок девочке вызвал такую реакцию Палом Митрофановичу. Ах, она не знает! А мы знаем! Ансамбль надо гнать, понимаете, в шею! Не уверена. И не только в шею! Палом Митрофанович! Извините. Пригласите их на завтра и обеспечите все условия. Что с вами, дорогой? Вы же сами их пригласили. Я повторяю, все свободны. Нам надо поговорить. Ну, пройдемте. Нам надо поговорить. Хорошо. Осторожно. Здесь ступеньки. Вы разрываете мне сердце по лестнице. Я не могу смотреть, как он смотрит на вас. Какой слог? Это от волнения и искренности. На меня многие смотрят. Но ведь вы тоже. Вы тоже смотрели на него. Должна вам сказать, в нем есть нечто привлекательное. Да что? Ну, что? Ну, это я вам скажу позднее. Он проходимец и ноги у него кривые. Разница. Да. Ну, может, ни ноги, ни кривые, но он не достоин вас. Это другое дело. Учаровательница. Ну, хорошо. Я буду вашей женой. Только вы должны выполнить некоторые условия. Готов? На все готов? Во-первых... Мне нужна должность заместителя директора по науке. Богиня, ну как же... Киврин. Киврин? Меня не интересует Киврин. Вы правы, мы правы. В перспективе, через год-другой. Мой, ну и ваш перевод в Москву. Конечно. Договорились. Дайте ручку, сокровище мое. Не спешите. Это еще не все. А теперь я скажу вам, что. Что меня привлекло в том молодом человеке? Что? Его молодость. Я хочу, чтобы вы были молоды. Или хотя бы казались молодым. Молодость не возвращается. Ну, совершите подвиг. Прибегните к рецепту конька-горбунка. Господи, Боже мой. Возьмите книжку. Откройте, прочтите. Там все очень доступно написано. Нет, а может быть, в счет наших будущих отношений и каком-то зелье или, может, ведьминой воды? Вы считаете меня ведьмой. Конечно. И по должности, а по сути. Ну да, ну да. Вы не боитесь? Наоборот. Эти качества у вас мне нравятся все больше и больше и больше. Будет вами ведьма. И ведьмина вода. Женщина всегда стремится стать такой, какую ее хотят видеть. Но должна предупредить. Как на лысой горе чертов камень лежит, из-под камня того ведьма речка бежит. Пусть прозрачно на вид ведьме речки вода, Пить не надо ее никому никогда. В жару и стушу жгучую, чтобы не было беды, Не пей ни в коем случае ты ведьминой воды. Не зря от солнца спрятана крапиву и репей, И ты ее заплятую не пей, не пей, не пей, не пей. Птицы там не поют, не растут тростники, Лишь козлы по весне пьют из ведьмы реки. Прибегают козлы на ее берега, Чтоб быстрее у козлов отрастали рога. В жару и стушу жгучую, чтобы не было беды, Не пей ни в коем случае ты ведьминой воды. Не зря от солнца спрятана крапиву и репей, И ты ее заплятую не пей, не пей, не пей, не пей. Кто из ведьмы реки той водицы оттуда, Позабудет навек все, что раньше любил, И опять прибежит на кривой бережок, И с улыбкой козлы скажет «Здравствуй, дружок». В жару и стушу жгучую, чтобы не было беды, Не пей ни в коем случае ты ведьминой воды. Не зря от солнца спрятана крапиву и репей, И ты ее заплятую не пей, не пей, не пей, не пей. Не пей ни в коем случае ты ведьминой воды. Не зря от солнца спрятана крапиву и репей, И ты ее заплятую не пей, не пей, не пей, не пей. Не пей! Все, пойдешь на свидание к Алене. Когда? Сегодня вечером. Только тебе надо один трюк освоить. Какой? Ну что, хотите попробовать? Я пойду в библиотеку. Значит, вы готовы выполнить все мои условия? Я готов. Тогда подпишите. Что это? Я не же подписавшись и готов выполнить. Очень хорошо. Крови скреплять не будем. Чернила надежнее. Вот теперь можете припасть к моей руке. Поскольку мой старичок, пока старичок вел себя хорошо и не упрямился, мы завтра о нашей помолвке объявим на новогоднем балу. Если, конечно, мы совершим подвиг. Пойми, для того, чтобы проходить сквозь стены, нужны три условия. Видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий. Тише едешь, дальше будешь. Не спеши. Показываю. Понял? Ну, в общем... Ну, еще раз покажу. Показываю. А-а-а. А-а-а-а. А-а-а. Пойдем. 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 Ты не штурму из стен. Сейчас. Не дот. Видишь цель? Вижу. Веришь в себя? Верю. Давай, пошел. Тихо. Девочка, не бойся. Ты просто устал. Не пробивается. Ничего, как ты себя чувствуешь? Либо убьется, либо покалечится. Нет. Тут вера нужна. Все понятно. Придется жертвовать собой. Пойду напрошусь к Алене в горночной на сегодня. С некоторых пор она это очень любит. Я с тобой. Ой, товарищи, чувства, она меня заколдует. В прах обратит. Ничего. Восстановим. Мы дверь не запрем. В кухне окошечко фонариком посветим. Ты слышишь? Я пошел. Подожди. И помни. Алена прежняя во сне. Но если она проснется, беды не миновать. Ну, это очень некая. Наверное, что у меня тут всё осталось. Ну, если что? Можете, что дорогие? Можете, что это не так, Первое покраснение кожи, второе образование пузырей, третье метрление всей толщи кожи, четвертое обугливание. Это немыслимо. И там сварился. Нашел. Кажется, нашел. Так, ну я пошел. Постой, постой, постой. Сигнала еще не было? Не, я пошел. Да потащи ты. И запомни, запомни. Не ты ее должен поцеловать первым, а она тебя. Это непременные условия. Вот теперь пошел. Давай. Уснула? Тихо. Куда? Чего? Тихо. Могу? Аленушка моя. Иванушка. Только бы ему повезло. Только бы ему повезло. Давай за него кулаки держать. Всю ночь. Давай, разадель. Только бы ему повезло. Только бы ему повезло. Тихо. Тихо. Бедная моя. Неплохо, Ванечка, родной мой. Что-то со мной случилось. Я сама не своя. Ты не думай об этом. Не думай. Это все наваждение. Это все пройдет. Пройдет. Ты не уйдешь? Нет, я не уйду. Ты уйдешь. Ты теперь только во сне приходишь. Разлюбил Иванушка Аленушку. Что ты? Я теперь тебя больше еще люблю. Какой хороший сон. Поцелуй меня. Ты проснешься и все будет по-прежнему. Нет, нельзя. Я боюсь просыпаться. Ты же никогда ничего не боялась. Теперь боюсь. Себя боюсь. Помнишь, как ты меня первый раз поцеловала? Мы танцевали. Да. Была такая красивая мелодия. Ты придумал для меня слова. И ты еще меня первая поцеловала. Я никак не мог решиться. Да? Да. Так, поцелуй меня как тогда. Нет. Нельзя. Лучше спой, Ванечка. Спой как тогда. Делай раз. Делай два. Двигайся, двигайся. Подбежай. Погиби, погиби, погиби. Представь себе весь этот мир, огромный весь. Таким, какой он есть, на самом деле есть. С полями, птицами, цветами и людьми, но без любви. Ты представляешь, без любви есть океаны, облака и города. Лишь о любви никто не слышал никогда. Так же синий ночью звезды в небе кружат, Так же утром солнце светит с вышины. Только для чего он и кому он нужен мир, В котором люди друг другу не нужны. Ты слышал? Он что, чокнутый? Что чокнутый? Что влюбленный, это для медицины одно и то же. А вот радикулит или пневмонию, По выборам и после этой ночи получить сможем. Представь себе весь этот мир, огромный весь. Таким, какой он есть, и что любовь в нем есть. Когда наполнен он дыханием весны, И напролет ему цветные снятся сны. И если что-нибудь не ладится в судьбе, Тот мир, где нет любви, опять представь себе. Так же синий ночью звезды в небе кружат, Так же утром солнце светит с вышины. Только для чего он и кому он нужен мир, В котором люди друг другу не нужны. Так же гаснет лето, и приходит стужа, И земля под снегом новой ждет весны. Только мне не нужен, слышишь, Мне совсем не нужен мир, Где мы с тобой друг другу не нужны. Только мне не нужен, слышишь, Мне совсем не нужен мир, Где мы с тобой друг другу не нужны. Поцелуй меня, Алёнушка. Да, да, может быть. Брысь! Чудовище! Хам! Ой, вы кто? Ваня. Как вы здесь оказались? Я сейчас все объясню. Я твой Иванушка, понимаешь? И ты должна меня поцеловать. Убирайся вон, Пока я не развеяла тебя по ветру. Дай же ты мне хоть слово сказать! Ваня я! Все, пропали. А-а-а-а-а! А-х-а-а! А-А-а! А-а-а! А? А-а-а-а! А-а-а-а-а! Так вот вы какие, чародеи, изобретатели волшебной палочки. Ну, я вам покажу, как чужих невест заколдовывать. Так, цель. Ларец на седьмом этаже в кабинете директора. Верить в себя. Ну, этого у меня хоть отбавляй. Не видеть препятствий. Чихать я хотел на все препятствия. Пароль! План по валу! Пароль по плану! Проходи! Пароль по валу! Мираж, галлюцинации, эй, люди, кто-нибудь, ой, ой, ой. Мираж, галлюцинации, эй, люди, ой. Мираж, галлюцинации, эй, люди, ой, ой, ой. Мираж, галлюцинации, эй, люди, ой, 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 ой. Дядя Брыль, я с вами! Пропал! Че, теперь пропал? О, Иван Сергеевич! Может, чайку попьем в мелок, а? Чего? Да подожди ты своим чаем, отстань ты! Не до чая сейчас! Так, никого! Господи, как простой карандаш, а? Ничего, лишь бы работало! Хочу, чтобы здесь сейчас появилась Аленушка! Иван Сергеевич! Так вот оно что! Чего? Чего? Попробуем? Еще раз! А, Остад!!! А, что это? Я, может быть, завтра вот с этим предметом в ваше нуину пойду, я там такое устрою. Вань, давай поговорим спокойно, я приближаюсь. Ну ладно, ты не хочешь отдавать, не отдавай, ну только не размахивай руками. Ты ведь весь город на воздух поднять можешь, понял? Чертовщина какая-то. Не знаю, как это получилось. Я вообще Алену вызывал. А у вас не волшебство, а брак сплошной. Да, брак у нас. Так ты Алену хотел? Вот, Аленушка, видишь? Алена. Вот там мебель стоит. Я это точно знаю. Фирма Аленушка. Так, что у нас еще здесь? А, вон конфеты, Аленушка. Так что, что ты хотел, то ты получил. А это что? Ну, это что, это тоже, наверное, тезка в некотором роде? Давай, приведем все в порядок. Ты вот что, ты сделай вот так, вот, раз. Ну, знак Зора, фильм, видел? Видел? Давай! Да что же у вас все никак у людей? Да. 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 Дела. Да ну вас к черту, маги волшебники. Тихо-тихо-тихо-тихо. Кто ты? Ну, вот и ладно. Вот и хорошо. Да не кручинся ты, Ваня, ну завтра к Шамаханской вместе пойдем. А это ВЭПП, положу-ка я его в горец. А? Прямо сейчас пойду и положу. А ты ведь коллектив создавал. Ой, Ванечка, что ты без меня здесь натворил? Я даже на крыльцо к тебе забраться не могла. Ты где бегала? И не жалей ты, что отдал ее волшебницу. Да ладно, волшебница тоже волшебница. Ты гром много, а толку никакого. Да ты пойми, Ваня, эта палочка ведь только для сферы услуг создана. Ни для чего больше. И в любви она тебе не помощница. Да вообще, в человеческих отношениях только люди разобраться могут. Люди! Ау! Кто так строит, а? Кто так... Ау! Ни шкат злой. Да не обращай ты внимания. О, видишь, Витяка, это из лаборатории силы духа. Они, понимаешь, натворят, наделают их привидения, потом забывают и... Да хватит тебя. Ну, сквозь стену, ты сам пройдешь. Витяка, ты знаешь, я не люблю этого. Ну, пожалуйста. А, давай. Всю жизнь ты на мне ездишь, захребетник. Это еще кто, на ком неизвестно, если в корень смотреть. Да! Видишь, привидение здесь тоже. Ну, и долго еще будешь сидеть, слезай. Как я не люблю сквозь стены проходить. Зато не любишь на чужом горбу по кабинетам шастать. Тихо, тихо. О! Монах, не обращай внимания. Типичный монах. Витяка, я его покараулю здесь пока. Витяка, а может, ты его развеешь? Да он сам к утру развеется. Так, ну, сосредоточься. И сейчас будешь проходить с его стеной. Я прошу тебя, подойди, помолчи. Сколько ты весишь? В два раза меньше, а весишь в два раза больше. Не перестань. Надо же сосредоточиться. По-моему, что-то упало. Хочу, чтоб открылась. Что же еще пожелать-то? Хочу домой. Такси заказывали? Да, улица Луговаева. Знаю. 88 копеек с вас. 88. 12 сдачи. Что же это получается? Чудеса за наличный расчет? Во сколько же обойдется мне мое умоложение в сфере услуг? Каждый заблуждается в меру своих возможностей. люди! Люди! Ау! Так, серные бани. И кабинет красоты. И того солидно. Но этот пункт мне ясен. Это тоже зам по науке. И это, пожалуй, самое сложное. Шамаханская никогда не согласится. А что если... Алена будет замом по науке? Но не Шамаханской. К черту Шамаханскую! Она будет моим замом. Мне это все не положить на счастливые ночи. А теперь вперед! К хорошему настроению! К бодрости! К силе! К молодости! К танцам до упаду! Ой! Однако все это изрядно стоит. Много еще не доработано. Много и не доработано. Стану директором, обязательно поставлю вопрос. Ну? Ну, ни пуха, ни пера, Аполлон, вот она жизнь холостяцкая, некому даже к черту послать. В сторону. В дорогу. Да, но, товарищи... Спокойно, только спокойно. Вы куда, товарищи? Ну, нельзя же. Тихо, 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 тихо. Пусти. Верните мне невесту. Что? Ну, здорово. Оля, минуточку. Вот здесь подождем. Тут такая история произошла. Да перестаньте вы в конце концов. Нет, серьезно. Вы же не слыхали, а сейчас все объясню. Шутите все. Послушайте, вот тут... Просят вернуть ему невесту. Какую невесту? Алену? Игоревну, Саню. Да, ее. Оставьте нас вдвоем. Да, но мне... Идите, садитесь. Спасибо. Идите, Ковров. Витя, саньте. Идите, идите. Витя, Витя! А, нет. Какое безобразие. Я не могу снять с нее заклятие зимнего сердца. Оно наложено справедливо. Но вы же совсем не знаете ее. А вы, вы уверены, что знаете ее? Да, вы знаете, я понял. Я теперь только понял, что я ее люблю даже такую. Я верю вам, но все равно все останется как есть. Ну почему, почему? Потому что она все равно выйдет замуж не за вас. А за кого? За вашего этого какого? А сатанелова? При чем здесь, товарищ Сатанеев? Это ее кара. Или ваша месть. Она сама выбрала свой путь. Это только наказание за предательство. Кого же она предала? Вас в первую очередь, как я теперь понимаю. Вы знаете, я обыкновенный человек, и мне непонятны ваши сложности и намеки. Вы ее, пожалуйста, расколдуйте. Пусть она меня только вспомнит. А мы уж там сами разберемся, как нам быть. Поймите, вспомнит она не только вас. Вы хотите этого? Я этого хочу. Но я не хочу. Так, значит, вы присвоили себе право распоряжаться чужими судьбами? Так знайте, я вас заставлю. Постойте. Погодите, неистовый вы, Иван. Я хочу сказать вам. Я хочу сказать, что понимаю вас. Уезжайте. Здесь уже ничего не поправишь. Будет только хуже, если вы добьетесь своего. Кому будет хуже? Вам. И мне. Шумело. Ну, как она там? Сердилась, ругалась, да? По-моему, она испугалась. Ну, ты скажешь. Кира Анатольевна занята. Меня вызывали. Это вас Аполлон Митрофанович вызывал. Аполлон Митрофанович? Да. Странно. Обычно он сам. Не знаю. Что приказано, то передаю. Приказано? Впрочем, если он передумал. Это вы? Здравствуйте. Я сразу не узнала вас. Как вы себя чувствуете? Я чувствую себя хорошо. Отошли. Очень. Да? Ну, я рада. А что, в Москве в моде поздние визиты? Нет, я просто гулял. Гулял и размечтался. Да, наш город располагает к прогулкам и мечтам. И, как вы видите, я не могу. Кстати, близится новогодняя ночь. А в эту ночь, как известно, сбывается самая несбыточная. Так вот, я желаю вам, чтобы ваша несбыточная мечта сбылась. Вы мне желаете? А почему бы и нет? А почему бы и нет? Спокойно, Ваня. Вы меня вызывали? Как это вызывал? Кто сказал вызывал? Я хотел, я ждал, я мечтал. Это вы. Вы пришли. Вы пришли. Не верю глаза. Я хотел продемонстрировать. Это вы? Я. Все сделано по вашим рецептам. По рецептам этого. С ума сойти можно. Внимание! Сотрудников Ну и Ну! Приглашаем в актовый зал на встречу Нового Года. Отправляйтесь немедленно. Куда? В парикмахерскую, старый козел! Куда ж? Что там? Вот, предлагаю. Ребят, нашел. Ребят, смотри, вот. Надо что-то попроще. Я ведь не смогу. Что проще, проще. Вал ведь! Он должен как принц выглядеть, чтобы она от него глаз оторвать не смогла. Иван, ты не расстраивайся. Ну, я попробую. Ну, я предупреждаю. Я шерпотребом никогда не занимался. Ну, если надо, я понимаю все. Попробуем. Давай, вставай. Давай. Ну, встал. Люблю смотреть, когда ты колгоешь. Уйди. Каратеист. Ну, давай уже. Иван, давай. Иван сзади. ТА-А. ТА, ТА! Эти че сделал? Ты че творил, а? Эти, а... Эти, а... Это что? А? Костюм. Эти, это ж я в этом на бал пойду. Конечно, я ж предупреждал себя. Ты че человеком сделал? Я этого делать не могу. Ты что наделал? Это что такое? Ну, нестандартно. Ты просто нестандартно. Так, ну-ка, забирайте ваш костюм. Отдавайте мне вещи. Отдавайте мне вещи. А может, колдовишь еще раз? Сами говорили, как приз должен. Верни блюдо-хулиган. Так, забирайте ваш костюмчик. Может, еще разочек? Чтобы хорошо колдануть, нужно знать главное. Понимаешь, размер. А что здесь? Главное, что в костюмчик сидел. Колдун нестандартный. Правильно, Ваня. Главное, что в костюмчик. Что, Ваня, Ваня? Я говорю, на тебе сейчас все сделаем. Подожди, на тебе. Один уже подправил. Сидит. Где нужно, открати, где нужно, где-нибудь там. Отстаньте от меня. Ванечка правильно говорит. Главное, чтобы костюмчик сидел. Отпустите меня. Как вы не надоели. Так, не надо колдовать. Вот, все. Ребят, вы чего? Ребята, ребята. Главное, чтобы костюмчик сидел. Ребята. Все остальное, поверьте, неважно. Нет и не будет серьезнее. Я понимаю, ну. Главное, чтобы. Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел. Так, чтобы в жизни себе не простили те, кто такого себе не пошили. Главное, чтобы, главное, чтобы костюмчик сидел. Тебя, дежды манекет! Ведь для того чтобы подобные свадьбы, Главное, чтобы костюмчик сидел. Чтоб от восторга дыша, еле-еле... Кости на этот костюмчик летель Чтоб невеста, совлев от пошива Вдруг поняла, что она поспешила Главное, чтобы костюмчик сидел Главное, чтобы костюмчик сидел А? О! Ну, это другое дело. Здравствуйте, Юлий Цезарь, с наступающим вас. Позвольте пройти. Не позволю. То есть как? Вы что, не узнаете меня? Узнаю, поэтому я не могу. Что за новости? С каких пор? С момента поступления соответствующего распоряжения. По распоряжению от кого? Сверху. Подождите. Нет, вы погодите. Мало того, что вы не встретили меня, так еще и пускать не хотите. Как вы? Как вы? Я не знаю, что я сделаю с вами. Не знаете, так и не говорите. Ковров? А вы даже к празднику не соизволили переодеться. Дорогие друзья! Позвольте вам представить моего будущего мужа. Аполлона Митрофановича Сатанеева. Надеюсь, вы все его достаточно знаете. Нет. Как нам это нравится? Все. Пошли, Манечка. Пошли. Пошли. А теперь я никуда не уйду. Слышите? Вот теперь я никуда не уйду. Правильно, Поль. Еще не вечер. Еще часы не пробили. Посмотрим. Сегодня. Счастливый день. Простите, я только начал. Простите, Аполлон Митрофанович. Вы договорите чуточку позже. А сейчас мы переходим к официальной части нашего праздника. Внесите волшебную палочку. Дорогие друзья, уважаемая комиссия, выведите этот зал в пуст. Но сейчас я взмахну волшебной палочкой, и в этом зале появится все, что необходимо для встречи Нового года. Смотрите, что сейчас будет. Следите за мной. Раз, два, три. Извините, у меня такое впечатление, что Новый год нам придется встречать. Стоя. Ну и ну. Друзья мои, сотрудники и соратники. Высокая комиссия. Хоть меня грубо прервали, я вынужден вновь взять слово. Аполлон Митрофанович. Только сейчас я слышал, как славное название нашего учреждения употребили в уничижительной форме. Я этого терпеть не могу. Аполлон Митрофанович, что с вами? Потому что, как вы сами убедились, Кира Анатольевна явно не способна. А я сейчас сделаю! То, что не смогла сделать товарища Моханская. Вы забываетесь. Поэтому я считаю, что должен, вопреки своей скромности, так сказать, оказаться на коне в этом здании. Вы с ума сошли. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, три. Раз,三, три. Товарищ Мельедов, пожалуйста, снимите его. Простите, Аполлон Митрофанович сам решил, а отменить решение начальства я не могу. Не в моих силах. Я мелкая сошка. Пока. Ну, что я говорил, еще не вечер. Неужели с ним? Здесь нет ни одного настоящего мужчины. Куда постой? Вот простота. Все правильно. Все так и должно быть. Ванечка. Держись. Снимите меня отсюда. Я вам тоже когда-нибудь помогу. Доктором станете без всякой защиты. Пожалуйста. Извините, примерз. Ну, уже. Ну. Следы. Здесь прошли люди. Здесь прошли люди. Здесь прошли люди. Люди. Я их найду. Я их найду. Так только меня утвердят директором, я обязательно объявлю вам благодарность в приказе. К сожалению, в жизни дураки глупее, чем в сказках. Вот это по-сатанеевски. С размахом. Душево и мило. А вы что скажете, Алена Игоревна? А разве нужно что-нибудь говорить? Санина, стойте! Иди, милая, иди. Ты меня слушай. Сейчас мое время. Это кто? Дед Мороз. Я же говорила вам, что в эту ночь сбывается самое несбыточное. Да. Ну так вот. Очаровательница! Подождите! Отдохни. Колдовать запрещаю запрещение! Перестаньте! Перестаньте! Что? Что?! Милая моя, теперь будет все хорошо. Что со мной? Милая моя, теперь будет все хорошо. Милая моя, теперь будет все хорошо. Теперь все будет хорошо. Друзья мои! Вот мой жених! Мой любимый! Мой Иванушка! Алёна, Ильич! Ты что, я сюда по уехала? Спасибо! Спасибо! Спасибо, родные! А вот моя невеста! Это не институт! А Дмитрий Бракасович, бери какой-то! Ильич! Ничего-ничего! Может быть, хоть на свадьбе покормят? Убирайтесь вон со своим картонным носом! Шут! Имперсонатор! Да я все знаю! Что ты знаешь? Я все знаю, вы Алёну ждали в Москве! Кто? Я? Да, до последней минуты! Да я до последней минуты по магазинам бегал! Подарок искал по твоему заказу! Полное собрание фантастики! Вот! Неужели меня обманули? Еще как! Как хорошо! Люди! Гроза! Еще бы дождь пошел! Малочка, Ворочалочка! Выручи нас всех! Сделай так, чтобы мы все-таки встретили Новый год! А то эти взрослые со своей любовью совсем про него забыли! Хватит! Ну, хватит же! Вот это и есть! Наша волшебная палочка! В действии! Очень эффектно! Удобно! И кажется вкусно! А теперь наш маленький новогодний подарок! Пусть у каждого из присутствующих исполнится, пусть небольшое, но самое светлое, самое заветное желание! Внимание! Давайте! Загадывайте, товарищи! Загадывайте! Поскромнее, без запросов! В пределах допустимо! Можно одно желание на двоих! Аполлон Итрофанович! Вы тоже можете загадать! Хорошо! По собственному желанию! Товарищи! Товарищи! Он нашелся! Он заговорил! Васенька, ну, скажи им что-нибудь новогоднее! Ура-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и! ПЕСНЯ ПЕСНЯ Говорят, что правда скриптой воевать стала, что без страха и упрека рыцарей не стало, что отныне все на свете, ты кривой и мерками. Говорят, а ты не слушай. Говорят, а ты не слушай. Говорят, а ты не верь. Разноцветный, огромный, веселый, небоглазный ни дням, ни годам. Этот мир ослепительным, мол, а сколько лет ему, а сколько и нам. Мир таким и был придуман юным и бесстрашным, всемогущим чародеем, рыцарем отважным. И для радости и счастья нам подарил этот мир необъятный и чудесный. Необъятный и чудесный, кто пошел на гаморей. Разноцветный, огромный, веселый, небоглазный ни дням, ни годам. Этот мир ослепительным, мол, а сколько лет ему, а сколько и нам. Разноцветный, огромный, веселый, небоглазный ни дням, ни годам. Мир ослепительным, мол, а сколько лет ему, а сколько лет ему, миру сколько же, сколько и нам. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Симон» «Симон»